Дорогие друзья, я Одессит Это фамилия невымышленная А действительно в Одессе жил и работал Буба Косторский Его наш замечательный артист-одессит Леонидович Утесов Лично знал Бубу Косторского Он вместе с ним работал и мне много о нем рассказывал Чтобы поточнее сыграть роль Бубы Косторского Я часто ездил в Одессу Изучал нравы и обычаи одесситов Чтобы поточнее сыграть эту роль Я в Одессе прочел очень много смешных, чисто таких одесских объявлений Наблюдал забавные сценки одесские Мне хочется вам о них рассказать Чтобы у вас было какое-то представление об Одессе Лично я одесситов очень люблю Люблю за то, что они веселые С большим чувством юмора Поэтому все, что я буду рассказывать сейчас про одесситов Про Одессу Знаете, я это делаю любя Я в Одессе снимался в кинофильме «Интервенция» Жил в гостинице «Красная» А около лифта я у одесситов прочел такое объявление «Лифт вниз не поднимает» Часто писали в Союзе Граждане, просьба по газонам не ходить В Одессе было написано очень лаконично Нашел место, где ходить Сейчас в Союзе, в больших городах Транспорт работает без кондуктора В Одессе транспорт тоже работает без кондуктора Но одесситы на всякий случай В автобусе около касс повесили такое объявление Чтоб ты так доехал, как ты купил билет Но так как одесситы народ суеверный Они покупали билеты В трамваях часто было написано Граждане, не высовывайтесь из вагона Это опасно для жизни В Одессе в трамвае было написано так Высовывайся, высовывайся Посмотрим, что ты завтра высунешь Я в Одессе наблюдал такую сценку Едет одессит, ну, запорожца А вы знаете, это маленькая машина Она у нее все время прыгает, эта машина и скачет Его остановил милиционер и говорит Скажи, пожалуйста, ты проходил техосмотр? Одессит говорит, о чем вы говорите? Конечно, вот у меня талон, могу показать, а что такое? Милиционер говорит, что ты еще удивляешься? Ты что, не видишь, что твоя машина все время прыгает? Да скачет Одессит говорит, господи Уже икнуть нельзя Я в Одессе снимался в кинофильме Человек играет на трубе Была зима, сильный мороз Я сел в такси и поехал Этот одессит, таксист, нарушил правила уличного движения И милиционер ему свистит Раз пять свистнул, но этот одессит не останавливается и едет Тогда милиционер сел в мотоцикл, догнал его, остановил его и говорит ему Ты чего же не останавливаешься? Я же тебе свищу Пять раз свистнул, а ты ни разу не остановился Как же так можно? А одессит ему говорит Слушай, ну откуда же я знал, что вы мне свистите? Зима, мороз Я думал, что вы свисток прогреваете Милиционер говорит Хорошо Отчего же ты без номера едешь? У тебя же номер отскочил от машины, а ты ездишь по всей Одессе А одессит ему так задушевно на ухо Слушай, зачем мне номер, когда я его и так помню? Ну сейчас мне хочется вам спеть песню из Неуловимых Мстителей Из первой серии Куплеты Бубы Косторского Я Буба Косторский оригинальный куплетист Пою себе куплеты, я кажется, ничего Пою себе налево, пою себе направо И так как я пою, уже никто не может спеть А почему? Да потому что я... Эй, Буба Косторский оригинальный куплетист Мои куплеты вами не забыты И не забыт, конечно, куплетист Когда полюбят сильно одесситы Считай, что ты заслуженный артист Ты моя Люба, я с тобой не грубо Встретимся у дуба Шо послушать Бубу Замолкают трубы И глокнут все рояли Коль выходит Буба А тут уже гуляет Давно уж ходят слухи Слыхал я от старухи Что рано поутру Кто там, кто тут, ку-ку Ку-ку, ку-ку Ку-ку, 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 реку А я Буба Косторский оригинальный куплетист Пою себе куплеты, я кажется, ничего Пою себе налево, пою себе направо И так как я пою, уже никто не может петь А почему? Да что почему? Да потому что я Буба Косторский оригинальный куплет А мне для вас всегда хватает песен Для вас душа открытая моя Я одессит, не жить ли без Одессы? А вам не жить, конечно, без меня Мне кажется, как одесситы на привозе шутят, на рынке Подошел к одной торговке, такой заправский одессит И говорит, дамочка, почем синенький? Она говорит, идиот, какие синенькие? Это куры! Стоят два одессита, разговаривают между собой Они говорят, слушай, Жора Ну чего мы тут околачиваемся? Пошли к морю Вода 26 градусов А Жора говорит, слушай Еще б 14 ее можно было пить Стоит одессит, пьет коньяк Ему подходит второй и говорит, слушай Ну зачем ты пьешь коньяк? Ведь это же вредно для здоровья Он говорит, да ладно, о чем ты говоришь Коньяк сосуды расширяет Да, он говорит, но они же потом сужаются Он говорит, а я им не даю Я наблюдал такую сценку, как на толкучке Покупает одессит пиджак Подходит он и говорит, слушай, что ты просишь за этот пиджак? Он говорит, я хочу за этот пиджак 40 рублей Вот, ага, я понял Ты сказал 40 рублей, а сам подумал 25 Так я тебе дам 15 И дал ему 10 На привозе на рынке Я наблюдал такую сценку Что продает одессит воблу Подходит к нему один и говорит, слушай, почем твоя вобла? Одессит говорит, рубль штука Он говорит, а ты что, с ума сошел, рубль штука? Да она же у тебя малюсенькая, как килька, ты просишь за нее рубль Ты бы совесть имел бы А одессит говорит, слушай, что ты мне мозг пудришь? Ты же глуп, как сто пудов дыма Ты знаешь, что это за вобла? Ты знаешь, сколько в этой вобле фосфора? Да ты вот съешь эту воблу, ты знаешь, каким ты умным будешь? На него это подействовало Он вытащил рубль и говорит, слушай, дай мне эту воблу Купил эту воблу, тут же ее почистил и тут же ее съел Съел, видит рядом в двух шагах от этого одессита Продается точно такая же вобла Но просит 50 копеек за штуку Он подошел к нему в полном недоумении и говорит, слушай, я ничего не могу понять Я у тебя купил за рубль, да? А тут рядом в двух шагах от тебя Продается точно такая же вобла Но просят 50 копеек за штуку Я же могу у него купить А одессит, он говорит, понял, начал умнеть Ну сейчас мне хочется спеть Куплеты Бубы Косторского из второй серии Новые приключения неуловимых Я одессит, я из Одессы, здрасте Хочу открыть вам маленький секрет Да но спросите, ты имеешь счастье? И я отвечу, что бы да, так и нет Но я не плачу, да никогда не плачу И есть у меня другие интересы И я шучу, я не могу иначе Да потому что я Буба из Одессы Со мной панец сыграл недавно сценку Меня у дома до колорозья Сказал, мол, ты, ты видишь эту стенку? Я из тебя устроил парольеф Но я не плачу, да никогда не плачу И есть у меня другие интересы И я шучу, я не могу иначе Да потому что я родом из Одессы Мой старший брат чудак невероятный Перед расстрелом пел такой куплетой Мамочка, роди меня обратно Но был погром, и мамы год как лет И я шучу, я не могу иначе Да потому что я Да потому что я Одесский банк утрал с деньгами в Ригу А может быть, в Джанако или Париж И я имею фигу Как говорят французы Ля Кукиш, но я не плачу Да никогда не плачу И есть у меня другие интересы И я шучу, я не могу иначе Да потому что я Родом из Одессы Но я не плачу И никогда не плачу И есть у меня другие интересы И я шучу, я не могу иначе Да потому что я Родом из Одессы Я приехал в Америку Поселился в городе Нью-Йорке Это было 17 августа 1979 года Мне, честно говоря, Нью-Йорк очень нравится Есть здесь недостатки в Нью-Йорке Город грязный Это, конечно, недостаток Но самое страшное Что в Нью-Йорке Огромная преступность И, к сожалению, эта преступность Не уменьшается А с каждым днем Все больше и больше И я думаю, что если так пойдет То в скором времени Если ты захочешь погулять По центру Манхэттена Это лучше всего сделать будет в Татке Так безопасно Если вы отнять Оружие у негров и портариканцев Только в одном Нью-Йорке То я не сомневаюсь Что этим оружием Можно было бы вооружить Как минимум Монголию Единственный район Где очень спокойно Это Брайтен-Бич В Бруклине Там поселились Наши уважаемые Дорогие одесситы И негры и портариканцы Бежали от них Оставляя все Вплоть до ценности Негры и портариканцы поняли Что с одесситами Шутить нет смысла Как говорят простые люди С одесситами Можно фаернуться Сильно со здоровьем У одесситов тоже есть оружие Но более современное Сейчас даже поговаривают Что у многих одесситов Есть баллистические ракеты Земля-Земля Не говоря уже о ракетах Земля-Воздух Сейчас на Брайтене Говорят только по-русски Американские полицейские Начали изучать Русский язык Чтобы легче было договориться С одесситами Но это правильно Должны же американцы знать Хоть один иностранный язык Идет такая байка Пришел на Брайтен американец И заговорил на английском языке Один одессит говорит другому Слушай, Сема Здесь крутится какой-то иностранец И говорит на непонятном языке Узнай, что он хочет Короче говоря, если так пойдет Скоро для американцев Наступит языковый барьер Брайтен-Бич Называют филиал Одессы И это действительно соответствует На Брайтене одесситы Открыли огромное количество ресторанов Магазинов Ланчанетов Бизнес их процветает Ну о том, что одесситы Народ деловой Есть два анекдота Они не свежие Но на мой взгляд Очень точно отображают Деловитость одесситов Первый анекдот такой Приехал давно одессит в Америку Пришел в агентство По продаже холодильникам И говорит боссу Я бы очень хотел бы Вас работать агентом Босс говорит Вы знаете, это невозможно Дело в том, что наши холодильники Продаются во всех странах мира Нет такой точки на земле Куда бы мы не продавали бы Наши холодильники Одессит говорит Слушайте А вот за полярным кругом И с кемосом Вы продаете холодильники Мосс говорит Нет, ну зачем им холодильники Одессит говорит А я буду продавать Поехал за полярный круг Шлет телеграмму боссу Вышлите 500 холодильников Ему выслали Он переслал деньги Шлет телеграмму Вышлите 1000 холодильников Ему выслали Он переслал деньги И так до 5000 Когда он приехал в Америку, зашел к боссу, босс говорит, слушайте, я ничего не могу понять. Как вы могли продать холодильники за полярным кругом этим эскимосом? Ведь там же на улице минус 70 градусов. Одессит говорит, правильно, на улице минус 70, а в холодильнике плюс 4. Так они греются. И покупают как обогреватель. Ну и второй анекдот тоже про одесситов. Во время революции одессит пришел к старым большевикам, обратился к комиссару и говорит, вы знаете, я очень хотел бы помочь в революции. Дайте мне любое задание, я выполню. Комиссар посмотрел на одессит и говорит, вы знаете, есть задание одно, но учтите, это очень сложное и опасное для жизни. Вот видите, вот целая куча листовок. Их надо распространить рабочим на заводах. Одессит говорит, окей, все будет в порядке, я это сделаю. Ушел. Одессита нет, месяц, два, три, четыре. Комиссар говорит, ну как вам нравится. Сам пришел одессит. Сказал, я хочу помочь революции. Четыре месяца его нету. И тут же появляется одессит. Комиссар говорит, где вы были четыре месяца? Одессит говорит, вы понимаете, ох, вы же мне и дали задание. Я эти листовки еле продал. Конечно, среди одесситов, среди иммигрантов попадаются и бендюжники, и жлобы. И вот про, ну как говорится, семья не без урода. И вот про таких жлобов, бендюжников есть тоже анекдот. Когда спросили Моисея, зачем, когда он выводил евреев из Египта, шел с ними пустыней, Моисей ответил, вы знаете, мне с этими евреями было стыдно ходить по центральным улицам. Ну, конечно, это анекдот, потому что те евреи были нормальные. Но сейчас мне хочется вам спеть куплеты из репертуара Бубы Косторского «Лопни, но держи фасон». Я два куплета спою то, что пел когда-то Буба Косторский, и два куплета на иммигрантские темы. Итак, куплеты «Лопни, но держи фасон». Есть на Молдаванке И феня иностранка, у нее размер ноги в сорок, а катать Она не уливает, а к туфли покупает, а к лодочке, а к номер тридцать пять. Девять ноги, как парочка колон, и ноги в фене мода, как закон. И словно ножки от рояля в тридцать пятый номер встали. «Лопни, но держи фасон». Меховые шкурки из-под Чернобурки Это самый высший шейку одесских там И целый день летают, а шкурки покупают Ах, потому что это мод над там. Я выхожу на пляж, на лонжерон И солнце там пекет со всех сторон И каждый камень, как паяльник, а на ней в них окупали. Лопни, но держи фасон. И наши эмигрантки, и не только смолдаванки, И чтоб поймать миллионера за собой следят. Они не доедают, в корзет живот толкают, Напоминать софиларен хотят. И каждый шаг и слышим легкий стон, Ой, хочется иметь и миллион. А от мучений погибают, но корсетов не снимают. Лопни, но держи фасон. Наши эмигранты с отсутствием таланта, Но в газету пишет он, в Союзе был звездой, Имел свой дом машины, шемяки на картины. В ЦК ходил он, как к себе домой. И там он был в любови окружен, И написал он книгу «Тихий дом». И, но скажу я вам, бекисар, там работал он в милиции. Лопни, но держи фасон. Лопни, но держи фасон. Когда я приехал в Америку, Каждый считал своим долгом Задать мне такой вопрос. Зачем вы оттуда уехали? И зачем вы сюда приехали? Ну, ответить на этот вопрос односложно, Почти невозможно. Но я убедился, что на каждый вопрос есть анекдот. И когда меня спрашивают, Зачем вы оттуда уехали? Я рассказываю такой анекдот. Из Москвы самолет с евреями, Я не помню, по-моему, где-то в 10.40, Улетает в Вену. Диспетчер объявляет, Граждане пассажиры, Самолет Москва-Вена, Рейс такой-то, Опаздывает на полтора часа В связи с отъездом советской профсоюзной делегации в Мексику. Проходит еще полтора часа. Диспетчер объявляет, Граждане пассажиры, Москва-Вена, Рейс такой-то, Опаздывает еще на два часа В связи с отъездом комсомольской делегации в Мексику. Проходит еще два часа. Диспетчер объявляет, Граждане пассажиры, Москва-Вена, Рейс такой-то, Задерживается еще на 4 часа В связи с отъездом советской Партийной правительственной делегации в Индию. Один еврей говорит другому, Слушай, Сема, Если они все уезжают, Давай останемся. Так что, если бы они все уехали, Как вы догадывались, Я достал. Директор московского завода Вызывает секретаря партийной организации И говорит ему, Слушай, товарищ Иванов, Скоро должна приехать в Москву Американская делегация. Они должны посетить наш завод. Ну и ты понимаешь, Что первый вопрос их будет, А работает у вас еврея на заводе. А ты знаешь, Что ни одного еврея у нас на заводе нет. Так вот я решил, Чтобы ты, Иван Иванович Иванов, На то время, Когда будет здесь находиться Американская делегация, Стал евреем. Ты будешь не Иван Иванович Иванов, А будешь Арон Моисеевич Рабинович. Понял? Иванов говорит, Да о чем вы говорите? Я все понял. Надо так сделаем, пожалуйста. Директор говорит, Мы тебе оформим документы, Паспорт, метрику, Чтобы было честь по честь. А вдруг спросят. Окей, окей. Он ушел. Приехала действительно Американская делегация. Посетили завод. И действительно, Первый вопрос, Они спросили у директора, Скажите, пожалуйста, А евреи у вас работают на заводе? Директор говорит, Ну а как же, Конечно. Сейчас вы в этом можете Сами убедиться. Набирает номер телефона И говорит, Алло, Будьте любезны, Мне Арон Моисеевича Рабиновича в кабинет. Что? Уехал? Как, уже уехал? Иванов попортил документы И уехал. Сейчас мне хочется Спеть вам песню. Это русская песня Добрый молодец. В этой песне Попадается такое слово Киси. Это обозначает Киевский Инженерный Странительный Институт. В зависимости от первой буквы Меняется город. Скажем, Лиси Это Ленинградский Инженерный Странительный Институт. Писи Это будет Пензенский. Итак, Песня Добрый молодец. Ах, куда мне свой звонкий голос деть? Я спаю тебе Я спаю тебе Ты курей Ты не курей Добрый молодец Ты другой Ты еврей Хоть ты мой Хоть ты брей Ты не брей Ты еврей Ты узнай, дружок Хоть про сто миров Пусть талант большой толпе, господи, не возьмут тебя в ящик с номером, не понравится, а там твой нос спадит. Был бы ты блондин, был бы я блондин, Да звезда твоя далеко есть, как сойдет в саду с белых яблони дым, так и ты, мой друг, успокоись. Успокойся, отогрейся, и ты не койся, а ты еврейся. Да ты не койся, а ты еврейся. Да ты еврейся. Понял? АПЛОДИСМЕНТЫ В глаза это крупными буквами было написано. На еврейском кладбище есть места, и эмигрантам скидка. Я очень обрадовался. Значит, я не опоздал. Места есть. И еще к тому же скидка. К Новому году было такое объявление. Похоронное бюро Петра Ерема поздравляет всех своих клиентов с Новым годом. Не забывай. Ускоренный метод изучения английского языка посредством гипноза. Учащийся впадает в сон и быстро осваивает английский язык. После пробуждения возвращается прежняя память. Молодой пессимист, 22 лет, ищет пессимистку 20 лет. Возможен брак. Ну, представляете, как будут жить эти два нотных человека. Женщина средних лет с утонченным вкусом. Ищет знакомство с мужчиной высокого роста брюнетом. Возможен блондин. Годится и рыжий. На два-три дня. Ну, а чего-то. Русское казачество устраивает бал-концерт. В концерте принимают участие Шульман, Кац и Бернбой. Подарок русскому казачеству. Требуется смотритель кладбища. Жилплощадь предоставляется по месту работы. Так что очень удобно. Вот недавно было такое объявление. 38-летний холостяк-фермер. Ищет 30-летнюю жену с трактором. Прошу к ответу приложить фотографию трактора. Ну, и последний. Это было совсем недавно. Зачем вам дожидаться грабителей? Стоит вам набрать этот номер, и мы тут же сами придем. Вот это сервис. Ну, так как мы заговорили уже о грабителях, сейчас мне хочется вам спеть воровскую песню, которую я записал в кинофильму «Записки серого волка». От ментов бежали мы на воздушном шарике, И попадаться было нам нельзя. И в уголовном кодексе все законы знали мы, И корешок мой, сенечка, да я. И в уголовном кодексе все законы знали мы, И корешок мой, сенечка, да я. И собирали рублики, по карманам шарили, Но судьба злодейка и смея. И на виду у публики мы запахли жареным, Корешок мой, сенечка, да я. Эх, на виду у публики мы запахли жареным, Корешок мой, сенечка, да я. И на Петровской улице приложили пальчик, Не впервые скажу я вам, друзья, А мельтоны хмурились и не по нраву мальчике, Корешок мой, сенечка, да я. А мельтоны хмурились и не по нраву мальчике, Корешок мой, сенечка, да я. Следователь Витенька опутался события, Прокурор хотел нам припаять. И сроки долгосрочные, мол, они порочные, Корешок мой, сенечка, да я. А сроки долгосрочные, мол, они порочные, Корешок мой, сенечка, да я. И нам срока приляпали, мы же ноль внимания, И от злости повелел судья. И чтоб они не квакали, а у нас компания, Корешок мой, сенечка, да я. Ой, чтоб они не квакали, А у нас компания, Корешок мой, сенечка, да я. Эх, мы бычки курили, там и двое, там на корточках, Ах, были неразлучные, друзья. Эх, мы ж в окошко лазили, только через порточку, Корешок мой, сенечка, да я. Эх, мы ж в окошко лазили, только через порточку, Корешок мой, сенечка, да я. И сколько не допили мы, сколько не допили мы Всех на свете стопочек, друзья. Ах, были мы домушеники, были мы карманники, Корешок мой, сенечка, да я. Ах, были мы домушеники, были мы карманники, Корешок мой, сенечка, да я. Ах, так прощайте, бабоньки, так прощайте, дамочки Не видать семейного жития Эх, только бы когда-нибудь повидать бы, мамочек Корешок мой, сенечка, да я Эх, только бы когда-нибудь повидать бы, мамочек Корешок мой, сенечка, да я Сейчас во всех русских ресторанах Америки поется такая популярная песня «С добрым утром, тетя Хая». Но эта песня стала шлягером. Эту песню можно заказать только за наличные, так сказать, за кеш. Ни один оркестр тетю Хаю не споет за футстемпы. Эта песня стала настолько популярна, что каждый оркестр имеет свою обработку и свое отношение к этой песне. Я тоже решил эту песню сделать, как балладу. Итак, баллада о тете Хае. На Брайтоне никто не встанет рано, пусть океанчик плещется у ног. Здесь очень много русских ресторанов, что даже пеня крик бы сбил соснов. И знает эта Брайтонская Хая, чьи груди Лизы Тейлор красивей, Что только в новых русских ресторанах гуляет и кайфует наш еврей. Ай, 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 ай. А в посылке три китайца. Ай, 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 и три китайца чешут зайца. Ай, 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 ай. Сидритер Роза — это мастерица И без нее Одесса, как вдова Никто не может так проматериться И чисто выговаривать слова Она чуть-чуть похожая на глыбу Что может задержать водоворот Она в Одессе продавала рыбу А здесь она набрать и не поет Добрым утром, тетя Роза Вам посылка испремутся Посылки три еврея Три еврея чешут леер Дыгиться в Сарадевое лет под сорок Она пошла в шикарный плюминтейн Она себе купила платье в ворох И разных крокодиловых туфлей Она ждала прекрасного мгновения Она у телефона разлеглась Ждала от четверка до воскресенья А в понедельник Сара дождалась Лай, лай, лай С добрым утром, тетя Сара Ай-яй-яй Вам посылка Сыктывкара Ай-яй-яй А в посылке три индейца Ай-яй-яй И три индейца чешут бойцем Ла-ра-ра-ра Три китайца Три большие зайца Экипаж машины По его любимый город Может спать спокойно Пока китайцы чешут зайца И видят сны Чеши-чеши И зеленеть среди весны Славься ты, славься ты наш Трайкенпич Славься ты, славься Свети навсегда Камень на камень Кирпич на кирпич Каждый иммигрант Здесь герой На дорогу С добрым утром Тетя Хая Ай-яй-яй Вам посылка из Шанхая Ай-яй-яй А в посылке три индейца Ай-яй-яй И три индейца чешут Ай-яй-яй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Внимание, внимание! Работают все радиостанции в Бруклине. Речь второго Ильича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие товарищи, друзья мои, евреи. Сейчас многие злопыхатели на Западе критикуют наши сосиски сраны в государственном антисемитизме. В частности, говорят, что евреи в Советском Союзе живут плохо. Мне бы хотелось бы ответить этим злопыхателям и задать им встречный вопрос. А что русские живут лучше? Сейчас говорят, что якобы я устраивал на себя какой-то культ личности. Сам в себе беру награды и воинские звания. Это неверно, товарищи. Если говорить по-честному, по-партийному, я давно заслужил быть этим генералесилисиси. Как я уже говорил, я давно заслужил быть этим генералесилисиси. Короче говоря, если бы я мог бы выговорить это слово, я бы давно был генералесисисиси. А так я всего лишь маршал. Недавно вышли мои две книги «Малая земля» и «Война и мир». Это я что-то путаю. «Война и мир» написал Константин Симонов. Ах, вспомнил. Возрождение. Эти две книги были сразу переведены на русский язык одним евреем. Все газеты и журналы, ничего не боясь, хвалили эти две книги. Ну и правильно. А чего бояться? У нас свобода печати. Находились отдельные индивидуумы, которые писали лично мне. И в своих письмах писали, что мои две книги – это полная говно... Надо бросать курить. Вот. А подписи и адреса в этих письмах они не поставили. Странно. Не хотят переписываться своим редактором Юрой Андроповым. Андроповым. Сейчас. Мои две книги – «Малая земля» и «Раздражение» изучаются на всех предприятиях нашей необъятной Родины в рабочее время в отрыве от производства. Сейчас мои две книги «Малая земля» и «Возбуждение» переведены на «Еврит». Это большой подарок еврейскому народу. Сейчас я работаю над новой ленинской премией. Простите. Над новой книгой «Что делать?» «Что делать?» «Что делать?» «Что делать?» «Хуёное!» «Эта книга выходит на татарском языке». «Спасибо за внимание». Спасибо большое. Спасибо большое. В памяти Герцена. Баллада об историческом недосыпе. Жестокий романс по одноименному произведению В. И. Ленина. Любовь к добру разберемела сердце, А Герцен спал, неведая празднов. Но декабристы разбудили Герцена, Он не доспал, Отсюда всё пошло. И, аж шалев от их поступка Герцкого, Он оподнял страшный На весь мир трезвон. Чем разбудил Случайно Чернышевского, Не зная сам, Что этим сделал он. А тот со сна, Имея нервы слабые, Стал к топору Россию призывать, Чем потревожил Крепкий зон Желябова. А тот Беровской не дал Сласть поспать, И захотелось тут же С кем-то драться им, Идти в народ, И не страшиться ты. Так началась В России конспирация, Большое дело Долгый недосып. Был царь убит, Но мир не зажил заново, Желябов пал, Уснул несладким зном, Но Перевадим Побудил Плеханова, Чтоб тот пошел Совсем другим путем. Все обойти смогло С течением времени, В порядок мог В тянуться русской пыль. Какая сука Разбудила Ленина? Кому мешало, Что ребенок спит? На тот вопрос Ответа нету точного, Который год Мы ищем зря его. Три составные части, Три источника Не проясняют Здесь нам ничего, Да и он и сам Не знал, пожалуй, этого, Хоть мести в нем Запас не истекал, Хоть тот вопрос Научно Он и следовал. Лет пятьдесят Виновного искал. То в бунте, То в кадетах Не найдутся ли, Хоть там следы И в неудаче зон, Он сразу всем Устроил революцию, Чтоб ни один От кары не ушел. И с песней шли Голгофом Под знаменами, Отцы за ним Как сладкое житие. Пусть нам Простятся морды Полусомые, Мы дети тех, Кто не доспал свое. Мы спать хотим И никуда не деться нам, От жажды сна И жажды всех судьи. Ах, декабризовы Не будите герцена, Нельзя в России Никого будить. Все обойтись Могло С течением времени, В порядок мог Вдянуться русский был. И какая сумка Разбудила Ленина? Какая сумка Разбудила Ленина? Ленина? Кому мешал, Что ребенок Зыбил? В порядок не hör, Какая сумка Зыбил? Аплодисменты.